Мы бежали без слов и в грязи утопали, только зная о том, что приказ есть приказ. Эти знаменитые строки военнослужащие десантники проносят с собой через всю жизнь, каждый раз возвращая в памяти такие непростые, но такие важные моменты своей службы. Здесь, на полигонах и в окопах, проверяется настоящая мужская дружба. Здесь куется характер и воля. Об этом небонаслышке знают не только те, у кого служба в десантных войсках длилась лишь год или полтора. Для тех, кто нашел здесь смысл своей жизни, кто несет звание десантника не один десяток лет, такие слова, как честь, отвага и мужество – не пустой звук. И теперь, значит, намного больше. Сегодняшний день – это возможность окунуться в свою прошлую жизнь. Когда-то я был 14-м командиром бригады, сейчас приятно видеть своих сослуживцев, то пополнение, которое пришло на смену старшим, ушедшим с бригадой, и видеть, что бригада продолжает оставаться боеготовным, боеспособным соединением, которое может успешно выполнить любые задачи. Мне очень приятно видеть сейчас, что ребят, которые стоят в строю, так же горят глаза, они так же готовы выполнить абсолютно любую задачу. 36 лет – это, конечно, не юбилей, однако в праздничный день на плацу все как одна большая семья. С трибуны во время торжества звучали слова благодарности и признательности за добросовестную службу и особое отношение к выбранному делу. Об этом говорят итоги работы за 2014-2015 год. Подразделение отличилось при выполнении боевых задач во время белорусско-китайских антитеррористических учений «Стремительный Орел-2015», при проверке системы усиления государственной границы в Южном укреплении, при проведении совместной операции «Щит Союза-2015». Сегодня командир бригады Дмитрий Соболь видит перед собой и подразделением большое количество задач, главное из которых – продолжение славных традиций, заложенных первыми руководителями части. У нас впереди серьезный год, мы готовы к нему, этот год будет не менее легче, чем был прошедший год, много будет того, что необходимо будет выполнить в бригаде. В конце года, как завершение всего года, будет тактическое учение с бригадой, такое серьезное учение, когда полностью бригада будет поднята с докуплетованием и уйдет в район. Ни нелетная погода, ни промозглый ветер не стали препятствием для того, чтобы встретить день рождения традиционно, но в то же время необычно. Ярким финальным аккордом праздника стало проведение так называемого флешмоба – построение военнослужащих под звуки славных десантных песен.